Какой казан лучше, алюминиевый или чугунный? Здравствуйте! Не существует однозначного ответа, какой казан лучше, чугунный или алюминиевый. Самих критериев, по которым можно судить множество, но еще больше суждений касаемо каждого из критериев. Часто один и тот же параметр казана для разных пользователей одновременно является как недостатком, так и преимуществом. И какой казан лучше в такой парадигме, алюминиевый или чугунный? А какой казан лучше выбрать с плоским или круглым дном? А какой казан лучше купить для дома? А какой казан лучше купить для плова? Давайте попробуем разобраться по каждому из пунктов. Первое. Какой казан лучше, алюминиевый или чугунный? Для начала отметим, что теплопроводность алюминия в 4 раза выше, чем у чугуна. Поэтому алюминиевый казан лучше проводит и равномернее распределяет тепло по своей поверхности. Независимо от толщины стенок казана, алюминиевые стенки всегда будут лучше и равномернее прогреты, чем чугунные. На практике это означает, что чугунный казан охотнее прощает ошибки и еда в нем меньше пригорает. Алюминиевый же казан позволяет лучше и быстрее регулировать температуру. Дает больше возможностей при приготовлении, чем чугунный, но требует быть более проворным, особенно если вы готовите на дровах. Далее, принято считать, что чугунный казан более теплоемкий, чем алюминиевый, такого же объема. Именно большая теплоемкость всегда приводится как основное достоинство казана. Поэтому большинство искренне считают, что чугунный казан лучше алюминиевого собрата. Отметим, что теплоемкость алюминия примерно в два раза выше, чем у чугуна. Поэтому чугунный казан весом 5 кг и алюминиевый казан весом 2,5 кг будут иметь примерно одинаковую теплоемкость и способны накопить примерно одинаковое количество тепла. Другое дело, что найти алюминиевый казан с толстыми стенками непросто, но они существуют. А так ли нужна большая теплоемкость? Если бы было так просто, то казаны продавали бы на развес, ведь теплоемкость казана всегда пропорциональна его массе. Большая теплоемкость – это не достоинство, а данность тяжелой чугунной посуды. Так сложилось, что древние технологии не позволяли отливать чугунный казан меньше толщины и формы, отличной от сферы. К чему это все? Благодаря мастерству поваров из Средней Азии стала популярна их кухня. А только потом стали обращать внимание на тяжеленную, неудобную в быту, но относительно дешевую посуду, на которой создавались эти шедевры. Не плов стал знаменит благодаря казану, а казан благодаря плову. Так сложилось случайно, что именно чугунный казан получил популярность. Но кто сказал, что он лучше, чем алюминиевый? Далее. У чугунного казана меньше теплоотдача, нежели у алюминия, а значит он дольше отдает тепло и медленнее остывает. Здесь чугунный казан лучше себя показывает, но это сомнительное достоинство, которое реально никто не замечает. А учитывая, что в казанах желательно только готовить, а не хранить еду, то и подавлю. Еще один связанный с предыдущим параметр – тепловая инерция. Чугунный казан имеет большую тепловую инерцию, а значит лучше и дольше умеет сохранять собственную температуру при резком изменении температуры источника нагрева. Но достоинство ли это? Если вдруг в процессе приготовления вам нужно резко погасить огонь и убавить температуру кипения, то алюминиевый казан справится с этой задачей лучше, чем чугунный. То же правило действует и при нагреве посуды, но в обратном порядке. Алюминиевый казан прогревается лучше и быстрее, чем чугунный. Можно провести аналогию с маховиком. Чугун дольше выводится на нужный температурный режим и потом дольше держит заданную температуру. В зависимости от оснащения кухни, типа блюд и способа их приготовления, этот параметр может закрыть главный вопрос – какой казан лучше – алюминиевый или чугунный. Но в большинстве своем блюда Средней Азии в казане – это не про резкие перепады температуры. Еще. Чугун более пористый материал, нежели алюминий. Он впитывает с маслами и вкус приготовленных блюд. Поэтому приготовленная уха в чугунном казане после плова может не понравиться. И для этого алюминиевый казан будет многим лучше. В зависимости от качества чугуна, еда, оставленная на несколько часов в казане, может приобрести вкус ржавчины. При хранении пищи в алюминиевом казане тоже можно почувствовать неприятный привкус. Особенно, если казан относительно новый и пища хранимая в нем кислая, но он гораздо менее выражен и большинство едоков этого даже не заметят. Обязательно нужно помнить, что в казане, хоть чугунном, хоть алюминиевом, пищу лучше только готовить. А для хранения еду следует сразу перекладывать в какой-нибудь нейтральный материал. Стекло, керамика, нержавейка или посуда с эмалированным покрытием. Второе. Какой объем казана выбрать? Если взять 1 кг риса, 1 кг мяса, 1 кг моркови и 250 кг лука, то можно приготовить 6 литров плова и накормить им 10 мужиков. Как видите, в большинстве случаев будет достаточно казана на 8 литров. Можно, конечно, приобрести еще больший казан и готовить в нем регулярно немного еды, но стоит ли? Если в большом казане готовить мало еды, то дно посуды будет относительно плоским. Фактически процесс приготовления блюд не будет отличаться от приготовления на садже или даже на сковороде. Также под размер большого казана нужен больший очаг или печь, больший расход масла для жарки и больший расход дров. Третий. Какая крышка для казана лучше? Алюминиевая или чугунная? Если закрыть казан с горячей едой чугунной крышкой, то он и его содержимое тут же отдадут часть тепла и быстро остынут. Остывание произойдет тем сильнее, чем более теплоемкая крышка будет использована. Рациональнее использовать крышку для казана из тонкого алюминия или еще лучше закрыть деревянной доской. Тяжелая чугунная крышка проявит себя лучше только при запекании в казане. Но вот форма казана открыто намекает, что для запекания лучше выбрать какой-то другой вид посуды. Еще величина теплопередачи от казана к крышке зависит от разницы температур между ними. Поэтому если не желаете потерять тепло блюда, чугунную или алюминиевую крышку казана лучше предварительно нагреть. Та же физика применима и к добавлению воды или пищи при приготовлении. Не хотите, чтобы казан перестал кипеть, лучше доливайте кипяток. Какой температуры мяса лучше класть в алюминиевый или чугунный казан? Однозначно комнатный, а не прямо из холодильника, если только рецепт не требует обратного. Четвертое. Какой формы дно лучше выбирать для казана? Сфера или плоскость? Издавна форма казана определялась только методом литья. Себестоимость чугунного казана сферической формы не имела конкуренции от слова совсем. Но сама форма не была от этого лучше или хуже. Сейчас же экономика изделий определяется лишь толщиной стенки казана и общей массой используемого металла. Теперь по теме. На маленьком казане до 8 литров форма дна для приготовления еды особого влияния не имеет. Стенки хорошо прогреваются у любого казана. А учитывая, что теплопроводность у материалов разная, то для алюминиевого казана этот параметр можно увеличить до 12 литров и даже более. Цифры условные и субъективные, не цепляйтесь. Алюминиевый или чугунный казан, но с плоским дном, позволяет обжаривать во фритюре одновременно больше мяса и лучше подходит для этой задачи. Казан с плоским дном проще поставить на пол. Он более устойчив, меньше переворачивается и вообще он лучше и практичнее в работе. Правда, работать шумовкой удобнее и лучше в посуде с шарообразным дном. Но алюминиевый или чугунный казан вовсе не обязан при этом иметь сферическую поверхность. Пятое. Какой казан лучше для дома, для газовой или электроплиты? Для домашней газовой или электроплиты казан лучше брать с плоским дном и объемом не более 5-6 литров. Это примерно 3-4 кг чугуна или 1,5-2 кг алюминия. В противном случае мощности бытовой плиты не хватит, чтобы нагреть больший объем металла до желаемой температуры. Плоское дно имеет большую площадь теплопередачи, а поэтому лучше подходит для плоской электроплиты. А вот для газовой плиты форма казана не принципиальна. А можно ли в квартире приготовить 8 литров плова? Конечно можно. Достаточно взять казан большего объема, но с более тонкими стенками. Главное, чтобы вес казана не превышал условные нормы и вам хватило мощности горелки и сноровки. И конечно для этого лучше выбирать алюминиевый казан с плоским дном. Я вам больше скажу. При должном опыте плов можно приготовить и в тонкостенном воке. Думаете плову в казане принципиально, какая толщина стенки отделяет его от источника тепла? Если вы научитесь управлять температурой в достаточной степени, то получится любое блюдо в любой посуде. Но для плова все же использовать алюминиевые или чугунные казаны. Шестое. Какой вес алюминиевого или чугунного казана лучше выбрать? Вес и толщина стенок взаимосвязаны и лучше учитывать при выборе казана эти параметры в совокупности. Масса материала посуды влияет на теплоемкость и тепловую инерцию казана. Чем больше вес и толще стенки посуды, тем больше тепловая инерция казана, хоть алюминиевого, хоть чугунного. Нельзя говорить, что алюминиевый казан легче прогреть, чем чугун в домашних условиях. Быстрее, да, но не легче. Количество тепла, которое вберет в себя материал, зависит только от его массы и теплоемкости изделия в целом. Какой вес алюминиевого или чугунного казана лучше выбирать, вам однозначно никто не скажет. Все зависит от предпочтений повара. Поэтому, если знаете, какая теплоемкость металла вам нужна, то покупайте посуду конкретного веса. А если нет, то и не важно, какая толщина стенок у вашего казана. Главное, что есть алюминиевый или чугунный казан, а умение готовить в нем с каждым разом все лучше и лучше, уже природой заложено в каждом из нас. Седьмое. Какой размер очага для казана лучше выбрать? Следует понимать, что у чугуна очень низкая теплопроводность. Поэтому для лучшего прогрева стенок казана, его советуют сажать в печь или очаг по самые уши. Учтите, что казан на 12 литров, полный плова, скорее редкость и рассчитан он на большую компанию 15-20 человек. Поэтому, если вы чаще всего готовите плов, используя только половину объема казана, то лучше и засовывать казан в очаг не более чем наполовину. У алюминия подобных проблем с теплопроводностью нет. Его можно погрузить в очаг наполовину и приготовить полный казан плова. В этом плане алюминиевый казан лучше чугунного. И многим упрощает выбор источника огня. Выбирайте очаг не под объем казана, а под объем еды, которую вы чаще всего будете готовить в конкретном алюминиевом или чугунном казане. От глубины посадки казана зависит и высота очага. Расстояние более чем 30 см от пода до дна казана не даст возможности удобно регулировать температуру нагрева и легко управляться с дровами. Восьмое. Качество литья алюминиевого или чугунного казана. Конечно, хочется иметь ровный казан и крышку, которая прилегает как можно плотнее. Но не следует сразу паниковать. Если вы возьмете реально старый чугунный казан или сковороду, хорошенько прокалите эту посуду и берете слой масляного нагара, то увидите реальное качество литья того времени. Оно без преувеличения отвратительное. Но при этом поварам ничего не мешало раз за разом готовить в таком казане отменный плов. Одни закрывали крышку через полотенце, другие замазывали щели тестом или решали проблему неплотного прилегания еще каким-либо способом. Главное, что объединяло поваров, они знали, зачем это нужно именно в их блюде и успешно обходились доступными методами. Но разве можно утверждать, что такой старый чугунный казан лучше современного алюминиевого? Откуда эти мифы про знаменитые узбекские чугунные казаны? Сдается мне, что только относительная дороговизна алюминия не сделала качественную советскую посуду столь же популярной, как изделия из более дешевого чугуна для бедняков. Современный маркетинг утверждает, что старый чугунный казан, отлитый в гараже, лучше современного и возводит кустарное литье в степени искусства, обесценивая качественную геометрию современной алюминиевой посуды. И современной чугунной тоже. Почему мы это игнорируем и не извлекаем очевидную пользу? Вот такой алюминиевый казан на 8 литров и весом более 2 килограммов с крышкой стоит всего 12 долларов. Сколько будет стоить чугунный казан аналогичной теплоемкости? И будет ли он хоть каким-либо существенным параметром лучше алюминиевого, если величина теплоемкости одинакова? Девятое. Обжиг чугунного или алюминиевого казана. Какой казан лучше выбрать, алюминиевый или чугунный, напрямую зависит от величины дополнительных затрат, которые следуют сразу после покупки посуды. Поэтому внимательно отнеситесь к этой информации. Подготовка алюминиевого казана в 99% случаев сводится к двум этапам. Вначале нужно тщательно вымыть с моющим средством новый алюминиевый казан в горячей воде, а затем для придания пленки из оксида в алюминия нужно налить подсолнечное масло, так чтобы оно покрывало дно, добавить столовую ложку поваренной соли и поставить казан на огонь. Прокаливать стоит до появления запахов горелого масла и до изменения цвета алюминия. В этом плане алюминиевый казан гораздо лучше чугунного, поскольку именно с чугуном связаны основные сложности в подготовке посуды. Теперь про чугун. Если вас не устраивает качество чугунного литья, то сначала можно произвести шлифовку посуды. После шлифовки тщательно вымойте чугунный казан в горячей воде, но без мыла и моющих средств. Вообще следует отметить, что чугун пористый материал, и его ни при каких условиях эксплуатации нельзя мыть с моющими средствами. Далее, следует провести обжиг чугунного казана, нагрев его до 400 градусов по Цельсию и более, до полного выгорания индустриального масла, которым часто защищают казаны от коррозии. Прекращайте процедуру прокаливания, когда казан перестанет дымить и полностью посветлеет. Желательно казан снова помыть и потом начинать наносить антипригарную масляную пленку. Для этого достаточно нагреть казан до температуры более чем 100 градусов по Цельсию и нанести тонкий слой растительного масла. Если масло начнет дымить, значит вы перегрели казан и его следует снять с огня. Проще всего соблюдать температурный режим в электрической духовке. По своей сути, нанесение масляного нагара на чугунный казан и алюминиевый тоже, это имитация процесса обжаривания в нем продуктов. Поэтому с каждым приготовлением антипригарный слой будет увеличиваться. Но нельзя сказать, что чугунный казан лучше в этом плане, чем алюминиевый. Как видите, алюминиевый казан оказался многим лучше чугунного в эксплуатационном плане. Но не стоит так огорчаться, если ваше сердце больше лежит к чугуну. Почему-то на просторах YouTube в теме про чугунные казаны не принято читать инструкцию, которой оснащает производитель свои изделия. Вы будете удивлены, но часто чугунные казаны вовсе не покрывают индустриальным маслом. Качество современного чугунного литья почти ничем не отличается от алюминиевого. Его можно не шлифовать, и вся подготовка чугунного казана сведется к его нагреву и смазыванием стенок растительным маслом в сухом остатке. В плане ухода за посудой алюминиевый казан лучше, чем чугунный, только тем, что его можно мыть моющим средством. И еще, на чугунном казане при длительном хранении может появиться ржавчина. Поэтому, обязательно читайте инструкции до приобретения казана и не пренебрегайте любой бесплатной информацией на этапе выбора. А в целом, не имеет значения какой у вас казан. Рано или поздно вы приноровитесь конкретно к своей посуде, и все у вас получится. Учитесь готовить и меньше пеняйте на посуду. Кстати, напишите, какой казан лучше, алюминиевый или чугунный, по вашему мнению, и какое дно для вас предпочтительнее, плоское или сфера. Благодарю за внимание.